здравствуйте уважаемые севастопольцы и гости нашего города сегодня вновь мы говорим о спорте один из олимпийских видов спорта это велоспорт он у нас севастополе имеет большие традиции и вот сейчас молодежь наши молодые руководители федерации те кто увлечен велоспортом они также проводят у нас большие праздники велоспорта действительно сейчас и в европе и в мире и в нашей стране внимание к занятиям велоспортом повышенное действительно пора уже оторваться от рулей автомобилей и садиться и шевелить немножко ногами потому что это прежде всего здоровье и так сегодня на наши вопросы о большом спортивном празднике велопобеда ответят это павел роганов действующий у нас еще велосипедист я думаю павел будет участвовать на веломашине в этом пробеге правильно я говорю да вот и пока человек который будет заниматься на площади в это время с детьми уделить все внимание нашим юным велосипедистам будущим чемпионом мария маркова мы отметим что у нас этот праздник проводится в третий раз собирает наша федерация и наш оргкомитет ребят наших велосипедистов и днем есть у нас еще вела ночь тоже интереснейшее мероприятие но она планируется и уже проходила в сентябре когда еще сухие дороги когда еще нет дождей ветра мы думаем что в этом году будет у нас погода отличная в сентябре а у нас есть видеоролик и мы просим его режиссера поставить пожалуйста вот такой великолепный велоролик тоже говорит о массовости и мария несколько слов добавьте об этом празднике хотелось бы во первых сказать что велопобеда проходит в тот же день когда в это время в россии проходят городские велопарады в 2016 году указом министерства транспорта российской федерации был принято последние выходные мая воскресенье как день всероссийских велопарадов и велопобеда которая с 2015 года проходит в этот самый день по дате совпадает и мы находимся в таком тренде мощного велодвижения всей страны павел а кто будет принимать участие люболее севастополец который имеет веломашину может принять участие в мероприятии мы приглашаем всех желающих принять участие в нашем велопробеге то есть независимо от возраста ну там есть ограничения да мы просим участников чтобы они были старше 14 лет но если есть участники младше 14 лет мы их тоже с удовольствием приглашаем принять участие в нашем мероприятии но непосредственно на самой площади нахимова и в тот момент когда взрослые участники поедут на велопробег ребята которые младше 14 лет останутся на площади об этом нам расскажет мария который будет этим заниматься у него очень здорово получается мальчишки заняты гордятся еще оденутые шлемы экипировку гордятся прежде всего своими веломашинами несколько слов пожалуйста к счастью не я тот человек который занимается детьми у нас для этого есть специальные аниматоры в этом году они будут в костюмах фиксиков обещали а я тот человек который все это время находится на площади координирует все процессы которые проходят сижу провожаю колонну беспокоясь как бы что не случилось и потом радостно эту колонну встречая и координирую процесс у нас очень интересная программа будет на площади и для взрослых это будут и экстрим-шоу от профессионалов мы везем конструкции для шоу этого и надеемся что у нас будет уницикл и другие всякие разные конкурсы и для детей совсем маленьких у нас будет программа заездов на беговелах и мы приглашаем мам с детьми с беговелами для того чтобы на площади и маленькие велосипедисты тоже получили удовольствие я хочу сказать что в эти дни проходит джиро до италия всемирная велогонка ее порядковый номер 100 приятно что один из россиян идет на пятом месте там лидирует у нас голландец и там жесткая борьба будут ли павел новые у нас воспитанники нашей севастопольской школы участвует таких грандиозных как джиро до италия уэльта велогон в эти у нас были ребята и были наши велосипедисты входили в число в десятку лучших но на пятой позиции сейчас идет ильнур закарин и там еще представлена на джиро до италия представлена российская проконтинентальная команда газпром русвела это те ребята которые в прошлом году в севастополе ехали гонку отбор на олимпийские на сапун горе да да и нам очень приятно что президент федерации в курсе всех дел но хотелось бы чтобы мы были у нас было желание поучаствовать в такой это конечно супер когда с представитель какой-то вело федерации принимает участие состоится как называется сборная нашей повела которая участвует международной гонкой нет катюшу продали к сожалению продали до газпром русвела госпром русвела болеем за них но хочется отметить что в этой гонке и на тур де франции были севастопольцы которые хорошо себя проявили и это сергей ушаков который вырезал финиш у самого лэн самсунга поэтому севастополь как бы на протяжении долгих лет заявлял о себе очень сергей ушаков у нас двукратный участник олимпийских игры на одних из них был 14 это высокий результат я хотел спросить также о том что еще несколько слов маша о программе которая ждет детей поэтому мы обращаемся к нашим телезрителям и говорим о том что приводите детей любого возраста кто у нас держится в седле кто любит велоспорт мы их ждем пожалуйста в чем фишка главная будет вот вы назвали несколько таких моментов что я тоже даже не представляю что а детская программа будет длиться недолго всего 45 минут пока едет основной забег и у нас будет соревнование по езде на беговелах разнообразные дистанции спортивные и еще до этой программы которая которую мы называем детской еще будет научное шоу на сцене которое будет интересно и взрослым и детям так что мы считаем что велопобеда это семейный праздник к нам приезжают парами с детьми в велокреслах кстати вот детей в велокреслах с родителями естественно допускаем к пробегу потому что они не сами являются участниками тогда движения и в целом будет интересно зрелищно и для всех возрастов и для велосипедистов и не для велосипедистов а у нас есть видеоматериал его прокомментирует мои гости это материал с видеопраздника который проходил в прошлом году обратите внимание это севастополь вот столько у нас велосипедистов нашем городе пожалуйста мне кажется это еще момент регистрации потому что велосипедистов не очень много в прошлом году мы собрали около 1000 человек и в этом году ожидаем столько же вот это один из элементов экстрим программы подушка надувная размером 9 10 на 8 метров которые велосипедисты прыгают с трамплина в этом году мы еще одно нововведение готовим для того чтобы было еще более зрелищным сейчас мы видим старт сейчас мы видим старт и в оранжевых жилетах едут маршалы которые регулируют движение помогают колонне содержаться в порядке держать скорость и и вот один из маршалов показывается красуется на камеру вот сейчас мы видим как колонна проезжает уже скорее к месту финиша до улица ленина и мы видим мчсников в синих футболках впереди наших друзей которые всегда приезжают на велопробеги дружной мчсной командой вот так уважаемые севастопольцы вот такие у нас мероприятия пройдут на площади нахима в воскресенье 28 мая павел когда начнется регистрация сколько она продлится и планируете до скольки до которого часа будет продолжаться этот праздник регистрация открывается в 10.00 и как правило она продолжается до самого старта пробега который произойдет в 12.00 я хочу сказать что мы еще должны сосредоточить внимание на двух вопросах что во первых в путь какая дистанция у нас вы измеряли 10 километров 10 километров путь на дистанцию 10 километров отправятся к те кому есть 14 лет и старше а вот насчет остановки движения я знаю что не хотелось бы праздник омрачать тем что мы остановим движение что полтора часа не будет движения по центру города это всегда раздражает всех у нас не будет останавливаться нас не будет останавливаться движение оно будет временно приостановлено только в том месте где проезжает колонна машины гибдд сопровождают колонну в начале и в хвосте и время проезда колонны через каждый например перекресток составляет не больше пяти минут это не длиннее чем обычная севастопольская пробка и автомобилисты могут не волноваться что велосипедисты перекрыли город все обесточили обездвижили нет этого к счастью не будет мы проедем и могу сказать что на самом деле очень радостно встречают колонну когда колонна приезжает приезжает есть сигналят сигналят вроде бы как не злобно вот машут руками радуются поддерживать велосипедистов и хотим еще раз успокоить автомобилистов город перекрываться из-за нас не будет вот такая проблема ребята у нас в городе нет велодорожки во многих городах европы мира имеются велодорожки мы же как федерации как организаторы своего любимого вида спорта вело вы беспокоитесь о том чтобы у нас хотя бы в центре города было место для тех кто едет там идешь по дороге на встречу тебе несется или обгоняет тебя неожиданно велосипедист на большой скорости мы ведем эту решаем эту проблему одна одна из целей велопобеды это как раз подготовка города к тому чтобы в нем появилась велосипедная инфраструктура и мы собираем информацию о том где в городе велосипедисты хотели бы видеть велодорожки с помощью союза молодых архитекторов крыма передаем эту информацию тем кто планирует генеральный план севастополя и кстати на площади нахимова день велопобеды будет выставка от союза молодых архитекторов о том где бы показано какие велодорожки где они планируют будет сбор мнений велосипедистов о том где бы они хотели их видеть обсуждение этой информации мы надеемся что этот труд капля по капле все-таки как-то приблизит город к тому чтобы в нем появились велодорожки и вот таких случаев о которых вы говорите что велосипедисты вынуждены их ездить по тротуару их просто не будет если разграничить всем движение даже не велодорожками велополосами уже всем будет хорошо я хочу сказать что все таки несмотря на то из своего жизненного опыта я знаю даже их последние годы у нас машина сбила нашего лидера велотрека чемпиона россии причем повредила с его машина пострадал в катастрофе наш президент федерации также его на улице адмирала октябрьска машина сбила но все жив здоров продолжает заниматься велоспортом а все ли решено и все ли меры приняты безопасности именно в этот наш велодень не обращиться ничем наш праздник все сделано павел да мы со своей стороны как бы уделили очень большое внимание правилам дорожного движения безопасности участников которые будут принимать участие непосредственно в нашем велопробеге мы задействовали 15 волонтеров которые будут ограничивать движение автомобилей выезд с второстепенных дорог на трассу по которым да да я ехал опять же волонтеры будут ограничивать движение непосредственно самих велосипедистов выезд на встречную полосу движения у нас перед колонной велосипедистов будет ехать автомобиль который тоже будет как бы нести на себя функции защищающие и перед этим автомобилем будет уже ехать автомобиль дпс поэтому мы обращаемся прежде всего к тем кто будет за рулем в этот день и лучше всего остановиться и поприветствовать сигналами нашу велосипедист в большинстве те кто будут ехать на веломашинах это наши севастопольцы те кто за не ведет здоровый образ жизни тот кто любит велоспорт отдает ему все свободное время и обращаемся еще раз к родителям не беспокойтесь будут приняты меры безопасности и я думаю праздник традиционно пройдет без всяких травм и различных несчастных случаев и так мы завершаем нашу программу сегодня большом спортивном празднике который пройдет 28 мая воскресенье и старт и финиш на площади на химова о нем рассказали и маша и павел те люди которые отдают все свободное время на все время велоспорту приятно их видеть тоже на веломашинах а наша программа завершается и звучит традиционное всего вам доброго удачи и здоровья